Сейчас провожаю Тиму на школьный автобус. Здесь он сидит рядом со мной, и он немножечко расстроенный, да, Тима? Потому что мне срочно нужно красить волос. Он увидел у меня седые волосы и говорит, мама, почему у тебя волос серый, почему у тебя волос белый есть, ты стареешь? Я говорю, ну да, немножко. Такое неосторожное слово сказала, как он расплакался, бедный. Плачет, я говорю, ты что плачешь? Он говорит, я не хочу, чтобы ты умирала. Так что, друзья, срочно нужно красить волосы, чтобы не расстраивать моего сыночка. Вот он мой хороший сидит ребенок. Маму любит. Не хочет показываться. Так что, хорошо, когда дети любят маму. Я этому очень рада. Что-то захотелось мне уже праздника. Решила я убрать свои тарелки, вот эти. Так, по-моему, эта система очень громко играет. Сейчас я ее немножечко убавлю звук. Хей, гугл! Квайтер, плеис! Еще громко, да? Хей, гугл! Квайтер, плеис! Ну, думаю, нормально. Я перед праздниками всегда убираю посуду, ну, обычную посуду, не праздничную. Как, например, вот эта, которой мы пользовались несколько месяцев, наверное, с весны. Ну, да, с весны, когда я убрала зимнюю посуду. И теперь я хочу уже достать вот такую посуду со снеговичками, чтобы ей упориться в течение праздников и, может быть, даже в течение зимы. Пока еще на улице нет морозов, надо... У меня посуда хранится в сарае, надо ее достать и заменить. Вот такие у меня стаканчики с Дедом Морозом тоже. Осталось их 5 штук, один разбили. И вот такие кружки. Вы видите, какие они внутри желтые, мне их срочно нужно почистить, чтобы не пользоваться такой страхотой. Почистить я буду вот этим средством. Безопасное средство, нету аммиака, хлорки и так далее. Поэтому сейчас я как раз вот этим и займусь, пока дети в школе, пока мне никто не мешает. Почему я достала вот эти кружки еще? Ну, посмотрите, вот эти какие маленькие. Да, они красивые, но это детские кружки. Поэтому ими будут пользоваться дети, а мы с Димой будем пользоваться вот этими кружками. Не переживайте, я их сейчас почищу. Сварила я рисовую кашу. Половину съели, половину осталось. Решила я сделать вот такую запеканку. Сейчас будем пробовать. Маленький-маленький кусочек отрежу себе. Доставалось. Брод у меня, у меня весь поломался такой. Но я попробовала маленький кусочек. Нежный-нежный, мягкий-мягкий. Себе, как и обещала. Маленький-маленький кусочек. Так, испытываем. Вкусно? Я ему еще сделала вот такую сливки сверху. Цветочек. И себе это уже сделала. Маленький цветочек. Так что, говорит, вкусно. Это буду пробовать я. Велина, как тебе новое блюдо? Рисовая запеканка. Первый раз ешь за свои 12 лет. И то благодаря тому, что рисовые каши не доели. Вкусно? Еще когда-то сделать. Ну, вот видите, этот американский ребенок ест. Все, молодец. Жарю куриную грудку на своей новой сковородке. Мне очень нравится. Ничего не прилипает. Прожаривается, поджаривается. Здесь вот куриная у меня грудка. Яйцо взбитое. Это ляпы, как вы поняли, как вы догадались. Сухарики. И вот уже готовая грудка. Сейчас я на свет покажу, а то вы думаете, что она пережарена. Нет, она выглядит очень красиво. Посмотрите. Так что, мне сковородка очень понравилась. Я уже сегодня жарила на ней блины. Тоже, ну, не супер для блинов, но неплохо. А для вот таких вещей, типа, вот как грудка, мясо, очень хорошо. Мне нравится. Так, суббота. Наш сегодняшний ужин. Макароны с сыром. Куриная грудка. И салатик. Приятного нам аппетита. Ну, а это наш десертик. Как говорится, я его слепила из того, что было. Сразу говорю, рецепта у меня нет. Я делала все на глаз из того печенья, которое у нас осталось. Которое никто не хотел уже доедать. В сгущенку кто-то добавила масло. Смотрела, что суховато, добавила молока. Какао. И все, я слепила все в кучу. Получилась вот такая сладкая картошка. Приходите на чай. Продолжение следует.